45 гривен за килограмм гречки. За эти деньги мало кто из украинцев сварит кашу. Народный продукт получил инородную цену из-за привязки к зеленой валюте и стоимости топлива, по крайней мере так объясняет скачок чиновники. Наша разведка по зернышку собрала противоречивую информацию. Смотрите и не подавитесь, мы нашли гречневых заговорщиков. Во времена Януковича этой крупой посевали депутатов во время присяги в Верховной Раде. При власти Порошенко ее отборными зернами кормят избирателей до отвала голоса нужному кандидату. Но после этого. Поверьте, мы сможем накормить страну. После этого. Подкармливать гречкой электорат придумал киевский мэр Леонид Черновецкий. Он доказал на деле, что с дармовой кашей избиратели лучше усваивают густые обещания. Я очень люблю киевских бабушек и дедушек. Сейчас, правда, славная традиция на грани уничтожения. Просто политикам теперь слишком накладно скупать голоса в обмен на эту крупу. Цена на гречку взлетела почти вдвое, до 45 гривен за килограмм. Раньше в случаях, когда вокруг продуктов возникал ажиотаж, сбивал цены Государственный резерв. В его хранилищах запас всех стратегических продуктов. Оказывается, гречка до сих пор числится в этом списке. Но ее не закупают уже два года. Действительно, в номенклатуре Государственного резерва гречка, как крупа, еще есть в наименовании. Но позиция Государственного резерва в рамках реформирования заключается в том, чтобы сократить количество наименований до минимально необходимого уровня. И гречку в данном случае мы не видим как перспективную культуру. Глава Госрезерва обосновывает. Гречка – продукт скоропортящийся. И держать ее в хранилищах больше полугода нельзя. А тендеры на закупку иногда длятся и дольше. Вот если бы на рынке не было бы данного товара, или что-то произошло бы в разрывах в поставках, то есть со стороны предложения не было бы предложения, тогда, безусловно, эта номенклатура должна была бы быть в номенклатуре, и мы должны были бы выдать ее на рынок. Гречка не является таким наименованием, которое, что называется, критически необходимым для государства в военный период времени. Масичук кивает на антимонопольный комитет. Именно там должны бороться с ростом цен. Вот только антимонопольщики дают разведке неожиданное объяснение. Гречка подорожала из-за дефицита крупы и повышения курса доллара. Что за потусторонние силы, наслали неурожай, на украинские посевы еще и гривну опустили? Белые, проросшие зерна в этой банке – будущее национальный продукт. Гречку выращивали в Украине задолго до христианства. Крупа пережила не только славянских идолов, но и царей с вождями. Для украинцев гречка – это и кутьяна Рождество, и фронтовая пища. Представитель киевских родноверов Всеволод Ведомиров уверен в ее молодильных свойствах, ведь гречка – единственное зерно, которого не коснулось рукогенных инженеров. Весь 20-й век геномедифицировали эти продукты. Это была пшеница, рожь, ячмень. Практически все, что к нам поступает, оно улучшалось для того, чтобы его не грызли. В результате мы едим то, что едим. И гречка – это единственная из лаков, которая вокруг нас. Есть еще амарант, но мы не берем именно про распространенное. Она не геномедифицированная. Она не улучшалась. То есть гречка, которую мы едим, это та гречка, которую ели наши предки 100, 200, или же, ну, насколько можно представить лет назад. Чтобы разоблачить заговор к поезду истории, цепляем вагон мистических семян. И отправляем в наше время. Он сыт по горло гречанным бизнесом. Фермер Владимир Варбанец пришел к выводу. Выращивать популярное среди украинцев зерно крайне невыгодно. Уж лучше метать гречанный бисер перед свиньями. В 2012 году, в 2013 году и в 2014 году я выращивал гречку на площади от 25 до 35 гектаров. Но переработчики мне за килограмм гречки давали 3 гривны. Я посчитал, что мне невыгодно продавать переработчикам, зарабатывать 70 тонн гречки, и я скормил на свиноферме свиньям. Владимир уверен, оптимальная цена гречки должна вращаться в районе 20 гривен. Ведь фермеру будет достаточно для успешного процесса 15 гривен за килограмм. Иначе невыгодно дизельное топливо до 20 гривен. Узнав про подорожание, диву дается. Почему же тогда переработчики скупают крупу за копейки? В Одессе есть такая фирма «Дед Василь». Эта фирма хотела принять у меня на переработку и фасовки гречки по 2 гривны 60 копеек. И вот как можно выращивать? Я просто психанул и больше принципиально гречку не выращиваю, а занимаю другими культурами поля, потому что нет рынка сбыта. Исходя из опыта, Владимир уверяет, украинцев обвели вокруг пальца. Сейчас нет обоснований для такого скачка цен. Цена 45 гривен – это сделали переработчики и перекупщики. Фермер-варбанец еще не вся Украина. Прозваниваем несколько предприятий, которые растят гречку, вопреки политэкономическим катаклизмам. Алло, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. А мы хотим у вас купить гречку. Да. А скажите, пожалуйста, как... Что вы покупаете? Какая у вас цена? Цена по 21 грей. 21, да? Да. Хорошо. А скажите, вы производитель или вы посредник? Производитель. Производитель. Фермер, похоже, рад неожиданному покупателю. В его хозяйстве осталось 15 тонн необработанной гречки, и он готов их нам отгрузить сегодня. Разведка решила выяснить, на каком этапе больше всего пачка гречки обрастает слоем финансовой шелухи и становится поистине золотой. Мы проследим путь от маленького зерна, брошенного почву, до прилавков супермаркетов. Прежде чем гречку расфасуют, она должна пройти два важных этапа – шелушение и обжаривание. Алло, здравствуйте. А вы обрабатываете гречку? Да. Смотрите, мне нужно обработать 5 тонн. Одна тонна стоит 1000 рублей. Невероятно. Обработка килограмма гречки стоит всего 1 гривну. Ее стоимость после обжарки должна быть 21 гривну. Упаковщики добавляют к этому еще 1 гривну. И по цене 22 гривны пачка отправляется в сектор оптовой и розничной торговли. В среднем ее продают по 40 гривен в крупнейших сетях страны. Ищем тот самый магический тоннель, преодолев который, крупа становится в два раза дороже. И что за неведомый царь Медас, прикасаясь к продукту, превращает его в золото? Звоним менеджеру по закупкам одной из крупнейших сетей супермаркетов Украины и предлагаем гречку по 25 гривен. Для перекупщиков, которых мы изображаем, сумма весьма скромная. Мы ставим условия, готовы продать так дешево, если наша пачка будет выставлена в магазине с ценником не выше 30 гривен. Здравствуйте, а мне нужен отдел закупок. Кто именно? Отдел закупок по крупам. Я хотела бы вам предложить купить у нас 70 тонн гречки. Ну мы не покупаем, просто так не работаем. По какой цене? По 25 гривен жареная. Ну для начала нужно заключить доктор. Мы так не работаем с поставщиками, у нас есть определенные условия, это еще также по отстрочке. Менеджер удивлена появлением нового игрока на рынке, но еще больше тем, откуда у нас столько товара. Рассказываем о простой схеме. Купили у фермеров, обжарили и продаем. На том конце провода недоверчиво просят прислать им наши реквизиты на почту. Скажите, а по цене 25 это подходит вам или нет? Ну, давайте вы вышлите, потому что мне непонятно, откуда такие объемы у вас. И сколько мы бы фермеров покупали, то есть нужно проверить вас как контрагента, я не понимаю. На этом деловые переговоры заканчиваются. Прекращаем игру в агентов и беремся за серьезные подсчеты. Разведка выясняет главное. Это оптовики и супермаркеты накручивают почти 100% стоимости гречки, прежде чем они выставят ее на прилавок. Пачку в 45 гривен не может потянуть даже наш стремительный локомотив, не говоря уже о среднем украинце. Это бизнес, ничего личного, скажут циники. Но напоминаем, гречка особый для страны продукт. Не просто священный, но государственной важности. Цены на такую еду обязаны ограничивать государство, сообщает нам госслужба по вопросам безопасности продукта. Так, облміськдержадміністраціям надані повноваження з регулювання цін на продовольчі товари, а у тому числі на крупи гречані, шляхом встановлення граничних торговельних надбавок до оптової ціни виробника не меньше 15%. А також встановлення граничних рівнів рентабельности не выше, ніж 10% без урахування вартості сировини для підприємств, які займаються фасуванням. То есть наша пачка крупи должна стоить в магазине максимум 25 гривен 30 копеек. Все, що дороже, вне закона. Тем временем наш пояс прибуває на прилавок супермаркета і, похоже, встречаючих у нього немного. Ажиотажа возле прилавков с гречкой не наблюдається. Крупа, которая стоить не більше 25 гривен, режет взгляд ценниками, в лучшем случае 35, а то і 45 гривен за кілограм. Обратно вагону її не загрузиш, такую цену даже пояс не потянет. Виход один – снижать цену і молити древніх богів, щоб надругателство над священним продуктом не вызвало їх днев. ПОКА ВЫ ОТДЫХАЕТЕ, НАШИ РАЗВЕДЧИКІ СОБИРАЮТ ДЛЯ ВАС НОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ, і тогда ви їх точно не пропустите.